Внимание! Впервые за 20 лет в Владивостоке провели первенство и чемпионат Дальнего Востока по легкой атлетике. Соревновали спортсмены в манеже спорткомплекса «Динамо». Хорошо бы, чтобы у нас появился в Приморском крае современный достойный манеж, на котором можно было бы проводить соревнования любого уровня. Но мы постарались и то, что есть, сейчас привести в достойное состояние. То есть обновили практически всю разметку, привели в порядок места для прыжков, как в длину, так и в высоту. Обновили освещение, то есть запустили систему электронной оценки результатов. Соревнования собрали около 400 атлетов из Хабаровского, Камчатского и Приморского краев, Сахалинской, Амурской, Магаданской областей, Еврейского и Чукотского автономных округов. Для каждого из легкоатлетов победа означает автоматический допуск на предстоящие соревнования всероссийского уровня. Для меня это может 30-е, первенство ДВФО, может 40-е. Всегда были в Хабаровске, ну и последние годы мы всегда за Хабаровском вторые, потом стали потихонечку третьими. А в том году в Иркутске мы были пятые, шестые, седьмые в разных возрастных категориях. То есть в Иркутск почти никто не доехал. Здесь сейчас у наших спортсменов однозначно борьба за первое место во всех четырех возрастных группах. Для большинства спортсменов это первый за год серьезные соревнования. Атлеты упорно готовились, чтобы показать лучший результат. В связи с эпид-обстановкой турнир проходил немного иначе, чем обычно. На спортивную арену участников пускали только по спискам, а зрителям вход был воспрещен. Скажу даже по себе, я занимаюсь уже 7 лет. За такой большой промежуток времени, что мы не выступали, даже для меня это очень полнительные соревнования. Потому что, исходя из этих соревнований, будет формироваться сборная Приморского края на первенство чемпионата России. Поэтому это очень значимое соревнование для нас. Соревнования проходили два дня. В первый были разыграны медали в беге, в прыжках в длину и высоту. Во второй день сестязаний спортсмены выступали в дисциплинах тройной прыжок, толкание ядра, бег с барьерами. Награждение проходило после каждого финала. Соревнования ДФО для меня очень значимы, потому что это вторые соревнования после первенства России, где можно выступить, показать достойный результат. К тому же соперники приехали очень сильные, борьба была очень жесткая, но я все равно смогла одержать победу. Победители соревнований юниоры выступят на первенствах России по легкой атлетике в феврале 2021 года. Взрослые спортсмены будут выступать на чемпионате России по легкой атлетике в Москве 15-17 февраля. Алина Черненко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова